Человек Все наши героические сказания начинаются с зарождения земли. Это свидетельствует об их древнем происхождении. На этом камне выбито. Путник, знай, отсюда начинается моя земля, и ты в моей власти. Так войдем же в этот прекрасный мир героического сказания, дорогой мой зритель. С древнейших времен героические сказания передавались из уст в уста и дошли до наших дней. И только в прошлом веке некоторые из них были полностью записаны учеными. Я 40 лет проработала в этом институте, стараюсь досконально исследовать героические сказания. Очень много о чем можно узнать, читая их, но все изучить невозможно. Записано около 300 сказаний, а сколько так и осталось незаписанными. Много талантливых сказителей хайджи ушли из жизни, и некому было их записать. В наше время хайджи-сказители остались единицы, а сказительница одна – Альбина Курбежекова. Она из рода знаменитых Курбер, что селились раньше на берегах Черного и Белого июсов. Альбина Курбежекова сама выросла среди сказителей хайджи. Много знает песен, легенд, сказаний. Моя мама с детства слышала героические сказания и очень любила скакать на лошади. То алтын арых она, то хайин арых – это богатыршие сказания. У Петра Васильевича Курбежекова, моего дяди, много было таких сказаний. В нашем роду и шаманы, и хайджи были. Деда моего брат Саруалах Курбежеков сказителем был. На хомосе играл. И Хулатай дед сказителем был. По матери в роду Дементий Иванович Курбестеев был знаменитым хайджи. Ему аж два хозяина горлового пения покровительствовали. Вот поэтому мой дядя Петр Васильевич Курбежеков хайджи сказителем и вырос. После него Анна Васильевна героические сказания исполняла. Она была певица и сказительница. Их сестра Антонида Васильевна больше любила легенды рассказывать. Сказания очень длинные, их долго рассказывать, говорила она. Самая младшая, Евдокия, моя мама, тоже знала легенды и сказания. Все сёстры очень хорошо пели. Альбина Васильевна вырастила троих детей. Всю жизнь проработала в школе. Она была учительницей физкультуры. После сорока лет у неё появился интерес к народным песням Тахпахам. А через десять лет вдруг она написала героическое сказание. Как-то неожиданно в голове появился сюжет. Так написала Сибен Арых. Мужу не нравилось, что сижу целыми днями, пишу. И он все бумаги порубил топором. После этого заболела я. Проблемы с позвоночником были. После операции год пролежала. Так лёжа заново написала сказание. Горловым пением Альбина Васильевна не владеет. Да и нельзя у нас женщинам так бить. Поэтому рада она, что написала сказание. Выпустила книгу. Так Сибен Арых дойдёт до народа. Она настоящая сказительница. Выросла в среде сказителей рядом с Петром Васильевичем. У них сказания передавались из поколения в поколение. Может, какая-то часть этого мастерства и осталась в Альбине Васильевне. Её нужно уважать и ценить. В середине прекрасной земли величественная гора Ханым-Сын стоит. Белой вершиной небо подбирает. А под тем тасхылом, громко шумя, Воды шести рек собирая, Ханым-Талай река разлилась. В прошлом веке среди нашего народа было много хайджи-сказителей. Пётр Васильевич Курбежеков был из них самым талантливым. В народе высоко ценили его мастерство. Прозвали хайджи, имеющий трёх хозяев. Горлового пения, слова и читхана. Героические сказания приходили ему во сне. Он говаривал, это предки дают мне. Так он помнил наизусть и мог исполнять более ста сказаний, Каждая со своим уникальным сюжетом и своими героями. Весёлым человеком был Пётр Васильевич. Вечером, как с работы из дойки приедем, Сразу к нему спешили, сказания слушали. Народу много собиралось, Свободного места не было, На полу сидели, Слушали до утра и опять на работу. Иногда просила, Дядя Пётр, сегодня дай отдохнуть, Поспать маленько. За этот дар Пётр Васильевич Благодарил своих покровителей, Перед каждым сказом поил и кормил их. И хозяева горлового пения, Хозяева слова и хозяева читхана Всегда помогали ему. Но однажды он не смог Должным образом почтить Хозяина горлового пения, хая, И вскоре сильно заболел. Это старый читхан. Когда Пётр Васильевич слёг, Читхан был на своём месте. Место читхана в юрте, Над дверью. Там, чтобы подвешивать его, Вбивали длинные деревянные колышки. И вот, когда Пётр Васильевич Сильно за ним мог, Пришёл к нему во сне Хозяин горы Свея. Взял читхан сказителя, Сел рядом и грустным голосом запел. А мелодия была из первого героического Сказания Петра Васильевича. Когда солнце садилось в красный закат, Мы слушали любимые сказания. Если умрёт Пётр Хайджи, Кто про богатырей споёт нам? Долгими вечерами у тёплого очага Длинные сказания мы слушали. Если не встанет Пётр Сказитель, То нам сказания расскажет. Пропел это, Вытер слёзы и вышел. А Петра Васильевича Скорей не стало. Альбина Васильевна, Племянница знаменитого сказителя Хайджи Петра Курбежекова, Сегодня заведует музеем-заповедником Сулек. По обычаю предков она чтит Хозяев этой земли, Священной скалы. Сулекская писаница Давно известна учёному миру. Здесь более трёхсот древних рисунков и знаков. Правда, днём их плохо видно, Поэтому смотрим мы их ночью, Специально вот так высвечиваем. Среди них есть обряд, Который до сих пор знают в народе. Здесь есть рисунок, Обозначающий шаманский обряд. Когда женщина не могла иметь детей, Приглашали самого сильного шамана, Который проводил обряд Притяжения души ребёнка. После обряда, Полночь, Он, называя имя женщины, Выбивал рисунок на священной скале. А после того, Как появлялся ребёнок, Нужно было изобразить на скале Всю семью, Чтобы души детей окрепли. Мы видим на этом камне Изображена история человека, Каким он был, Что делал в жизни. Это время, Когда начинали слагать Героические сказания. У нас в сказаниях Есть такой персонаж, Чильбигенф, Семиголовый великан. Его изображение Мы не раз находим В тагарской культуре. В то время ещё не было письменности, Поэтому изображали героев на камнях. Наскальные рисунки – Это иллюстрации К нашим героическим сказаниям. Самые древние героические сказания, Конечно, не дошли до наших дней. Но основа осталась. В любом героическом сказании Богатырь солнечного мира Борется против зла, Против внешнего врага. До новолуния два богатыря, Схватившись, боролись. До истечения года Двое сильных друг друга Победить не могли. Словно дикие жеребцы, Что в ярость и ржут, Схватились они, Пыхтя, как быки, Друг с другом борются. Шесть лет уже Алыбхан боролся. Схватившись, Вертели друг друга Уж много лет. В каждом героическом эпосе Добро побеждает зло, Прославляется богатырь Солнечного мира. И в этом устном Поэтическом творчестве, Как драгоценные камни В сюжет переплетены История, Мировоззрение, Верование И обычаи Нашего народа. В наше время Не слышно сказаний На берегу черного И белого июса. Всего каких-то 40-50 лет прошло. Альбина Васильевна 30 лет не была В родных местах. Здесь, у Священной горы, Почтив вниманием духов, Едем искать местность, Где раньше жили Курбежековы. Если чем провинились Перед вами, Просим, простите нас. Вас, почитая, пришли. Вам поклоняемся. Нам, и старшим, и младшим, Всем родственникам, Всем детям. Откройте дорогу. Пусть наш путь Будет открытым. Раньше в Али Пугалар Собирались хаджи, Сказители и Тахпахчи. Съезжались из берегов Абакана, Шира, С южных районов. Много собиралось там сказителей. Сейчас в ту сторону Только подсобное хозяйство. Об этом сообщили нам Встретившиеся публики. Они даже не слышали Про Пугаларал. Нет ни дороги, ничего. Только горы. Как стояли, Так и стоят. Всего за полчеловеческой жизни Все здесь изменилось. А когда-то Здесь жил народ Со своими обычаями, Своим укладом. И чтобы не потерялась Связь времен, Старается Альбина Васильевна Рассказать нынешнему поколению О своих знаменитых родственниках. Сейчас Альбина Курбежикова Опять пишет уже другое сказание. И это сказание Отличается от известных И своим сюжетом, И героями. Ночами не могу спать. Болеть не болею. Что-то тревожит сердце. И сна нет. И в мыслях появляется героиня В берестяной лодке, Которая летает, как ракета. Вот начала писать. Напишу кусок. И сплю спокойно. Потом вспомнила, Когда писала про Асчибен Арых, Такое же состояние было. Как будто себе не принадлежишь. Во сне вижу. Петру Васильевичу Все сказанное во сне приходило. Мне только герои, Персонажи некоторые снятся. И все. Когда пишу, Как будто кто-то рукой моей водит. В музее-заповеднике Сулек Нет ни воды, ни электричества. Но Альбина Васильевна На неудобства не обращает внимания. Ведь истинные сказители Живут среди своих героев. И богатство реальной жизни Их мало интересует. Им главное Донести героическое сказание До народа. Только тогда Хозяин слова сказания Оставит их в покое. А здесь, У наскальной писаницы, Видимо, Много сказаний. Поэтому Нет покоя Сказительнице. Пишет она Следующее произведение. Так Героическое сказание Останется Новому поколению. Так Слово Останется Навечно. Слово Вечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова